Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня у нас в гостях поэт, музыкант, актер театра и кино Константин Фролов. Справедливые слова – глаза, зеркало души. Душа поэта Константина Фролова так же чиста, как его взгляд. Когда я впервые увидела его фотографию в афише к выступлению, то подумала, что так раньше выглядели дворяне. А позже в одном из интервью узнала, что мама Константина Фролова – потомственная дворянка. О том, какую роль в его жизни сыграли дворянские корни и о том, как прошло его детство, расскажет сам поэт. У Александра Сергеевича Пушкина есть произведение «Начало биографии». Оно начинается примерно так. Наш род пошел от прусского выходца Рачи, мужа честно, то есть почетного, состоятельного. От него пошли Мусины, Пушкины, Каменские, Бобрищевы, Калагривовы. Вот моя бабушка по материнской линии – потомственная дворянка Калагривова. Вот если по линии отца, то я из донских казаков. А по материнской линии такая вот дворянская тема. И это сыграло, конечно, очень серьезную роль в моей жизни, потому что бабушка прекрасно пела, танцевала, и вообще у нее должна была быть судьба в императорском театре. Но случилась революция, и все пошло под откос, поэтому такие перспективы не осуществились. Но моя мама переняла от бабушки и музыкальные способности. Она, кстати, научила меня играть на гитаре. Именно мамина инициатива была отправить меня в музыкальную школу. Это было уже во втором классе, и семь лет я учился в музыкальной школе по классу фортепиано, что, конечно, тоже оставило след в моей жизни, потому что музыкальное образование и плюс поэтические возможности, они привели меня к тому, что потом был театр. Сначала это Крымский русский академический театр, в котором мы вместе с моей женой, актрисой Верой Петровской, создали свой дуэтный театр «Улыбка Пьеро». Название тоже не случайное, потому что один из наших спектаклей так и назывался «Улыбка Пьеро» о творчестве Александра Николаевича Вертинского. Дуэтный театр «Улыбка Пьеро» был основан еще в 1998 году. В дуэте с Константином играет его жена, актриса Вера Петровская. Так, в 2003 году они поставили спектакль «Мой ангел Анна» о любви адмирала Колчака и Анны Тимиревой. Темы, связанные с судьбой России и наших соотечественников, не случайны. По образованию Константин Фролов – историк. Основное мое образование – это исторический факультет Воронежского педагогического университета, что тоже сыграло определенную роль, потому что все пять лет обучения я играл в студенческом театре, и именно там я научился очень серьезно подходить к поэзии, к стихам. Ну и музыкальное творчество тоже это было связано, потому что режиссер приглашал меня, допустим, на собеседование, говорил, вот мы будем делать такой-то спектакль, вот здесь должны звучать песни, вот в этом месте, в этом месте, в этом месте. Читай, пиши. И я приносил ему готовые песни, он их разносил в пух и прах и говорил, это не так, это не то, вот давай переписывай, вот здесь должно быть это, должно быть то. В результате я стал очень серьезно относиться к поэзии, к словам, к смыслу стихов, в результате чего получались песни, которые потом исполняли народные артисты, такие как Юрий Богатиков, мой друг и учитель, Тамара Гверцители, Иосиф Кобзон и целый ряд других. Вот сейчас мои песни исполняет наш друг Александр Михайлов, который известен всем по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов» и так далее. Песни и романсы Константина Фролова звучат и во многих русских фильмах. «Мужская компания», «Моя граница», «Ностальгия по будущему», «Сармат». Песню из кинофильма «Сармат» сегодня исполняет актер Александр Михайлов. В доме моем, где пахнет хлебом и дымком из печи, Сад за окном и на столе редком стоят куличи. В красном углу лик Богородицы в лампадном огне, Кот на полу и шашка деда на стене. Ты защити и сбереги меня, небесный ангел мой, От малодушья и бесчестия, от пули роковой. Я чую сердцем твой магнит, и верный путь пройти смогу. Пока ты есть, пока горит костер на дальнем берегу. Кроме того, что Константин Фролов пишет песни, стихи, Играет в театре и снимает собственные фильмы, Он летает на самолете и параплане, Путешествует, ходит под парусом И разговаривает со всем миром по радиостанции. Жизнь коротка, хочется попробовать очень многого всего. Поэтому, когда была возможность пойти под парусом На Принцевые острова, на яхте, То я не раздумывая согласился на это. С детства я мечтал летать, Но там, где я жил, не было такой возможности. И вот когда мы переехали в Симферополь, То мы поселились как раз напротив аэродрома Заводское, Где был аэроклуб. И когда мои друзья сказали, Что вот есть возможность летать на самолете, Я сначала не поверил, но тут же попросил, Чтобы меня тоже включили в эту группу. Там было человек 15 претендентов, Которые были лет на 15, на 20 моложе меня. Потому что мне было уже тогда 40 лет. Но, как ни странно, я единственный, Кто с первого раза прошел медкомиссию. Все ребята оказались больными. У кого сердце, у кого глаза, у кого слух и так далее. И я первый прыгнул с парашютом из всей группы. Первый вылетел самостоятельно. И это была, конечно, фантастическая пора. Это конец 90-х, начало 2000-х. Когда мне удалось выполнить кандидатскую, Так сказать, я стал кандидатом в мастера спорта. Причем ребята, которые со мной летали, Они, как правило, один год отлетали. И на следующий год их уже не было. Я летал пять лет. Принимал участие в соревнованиях. Потом я брал с собой видеокамеру в полеты. Когда мы делали фигуры высшего пилотажа, Я все это снимал. И когда мы просто летали над Крымом, Который невероятно красив. И Горный Крым, и Степной, и Приморский. Все. Я потом монтировал это. Делал свои авторские фильмы. Которые, кстати, стали победителями Во многих международных кинофестивалях. В своих фильмах, когда Господь послал мне два крыла И в поисках ветра, Константин Фролов раскрывает себя с новой стороны. Тема полетов близка душе поэта, Которая извечно стремится в небо. Судьба забросила меня в Индию. В 2006 году был чемпионат мира по парапланиризму. И меня пригласили туда менеджером по подбору и спасению пилотов. Вот, поскольку летали мы в Гималаях, штат Химачал Прадеш, и там у меня в подчинении было человек 20 индусов, 7 джипов. Я был весь обвешан радиостанциями, GPS-навигаторами, и когда пилоты где-то приземлялись там в горах, их надо было подбирать, потому что это все-таки дикие горы, где и гималайские медведи, и какие-то там другие хищные животные, ядовитые змеи. И, конечно, наших пилотов надо было подбирать. А там были представители со всей Европы. У меня было свыше 70 пилотов, которых мне надо было провожать на полеты и потом всех их собирать. Вечером я их всех обзванивал и убеждался, что они все приземлились, что они все на месте. Вот, поэтому, значит, вот была моя такая работа, обязанность. В результате, во время этого чемпионата не погиб ни один человек, что бывает достаточно редко, потому что каждый год, когда проходят такие чемпионаты, обязательно один-два человека погибают. Переломы очень серьезные и тому подобное, потому что парапланиризм – это достаточно опасный вид спорта. Сегодня Константин Фролов вспоминает. «Самое главное, что я взял у родителей – ничего не бояться и браться за любое дело. С детства меня увлекала астрономия и радиотехника. Я своими руками собрал телескоп, когда учился еще в пятом классе. В это же время я собирал радиоприемники в мыльницах, и они работали». Я тоже с детства любил радиосвязь. И в 80-м году я оформил себе позывной, сделал радиостанцию. Потом я их собирал свыше 10 разных радиостанций первой категории, с которыми я работал со всеми континентами, и в том числе и с Антарктидой, и с нашими ребятами, которые ходили к Северному полюсу и связывались со всеми радиолюбителями. А вот в 2017 году мне вообще повезло, я отправился на Камчатку и на остров Беринга, это Командорские острова, и уже оттуда работал как дальний корреспондент практически со всем миром, потому что у меня была маленькая радиостанция, она буквально умещалась в кофр от ноутбука, и моток проволоки. Но тем не менее это мне позволило связаться практически со всеми континентами, от Бразилии до Австралии, Северных Штатов Америки, Европы. Это очень интересный вид спорта, радиосвязь коротковолновая. Первые же стихи в жизни Константина Фролова появились в 7-8 классе, когда он впервые влюбился, а следом пошли сочинения в стихах. У меня был великолепный учитель филологии, Митрофан Никифорович Мячин, я его люблю и помню до сих пор. Он был прекрасный педагог, который пробудил во мне интерес к поэзии, к литературе, и вплоть до того, что как-то он сказал, вот у нас раньше были такие школьники, которые писали сочинения в стихах. Это меня так зацепило, и когда мне давали на дом задание написать сочинение на ту или иную тему, я стал пробовать писать ее в стихах. А темы были великолепные, о творчестве Есенина, например, или и в жизни есть место подвигу. Вот на эти темы я писал сочинения в стихах. И даже выпускные экзамены, там было несколько моих четверостишей. В результате вот это пробуждение к поэзии, оно сыграло большую роль. Зарю весеннюю рассветную, молитву тайно заветую. Зарю весеннюю рассветную, молитву тайно заветую. А что мне нужно от всего лишь неба, да в сущности не грамма лишь неба. Водицу в роднике холодную, звезду на небе путеводную. А что мне нужно от всего лишь неба, да в сущности не грамма лишь неба. У поэта есть замечательное, очень сильное стихотворение, посвященное его другу, актеру Александру Михайлову. Загадочная русская душа, давайте-ка помыслим не спеша, найдем внутри упрятанную суть и разберемся вместе как-нибудь. Когда же русских создавал Господь, Он бросил в глину совести щепоть, Чтоб как маяк, зовущий впереди, твердила, не убей, не укради, Гордыню на смирение смени, поверивших в тебя не обмани, Последнее голодным отдавай, не гневайся, не трусь, не предавай, Не верь низкопоклонникам, льстецам, не потакай невежам и глупцам, Не омрачай обидую чело, лишь слабый бесконечно помнит зло. Соблазном сладким душу не губя, люби отчизну больше, чем себя, Свой тяжкий путь слезою окропи, но целый век терпи, терпи, терпи. Так сотни лет из потаенных мест мы, русские, несем свой вечный крест, Чтоб будущим потомкам завещать умение видеть, слышать и прощать. Поэзия – это квинтэссенция человеческой мысли. Наши ученые, энциклопедисты XVIII века, XVII, XIX века, Они свои открытия зарифмовывали. И если вы помните историю, допустим, Древнего Рима, То в той же самой Греции поэзия преподавалась в школах. Учили писать стихи еще со времен Гомера. И поэзия, поскольку это квинтэссенция человеческой мысли, То ученые зарифмовывали свои открытия, например, Ломоносов. Открылась бездна, звезд полна, Звездам числа нет, бездне дна. То есть это гипотеза, это научная гипотеза, заключенная в двух строчках. Можно написать многотомные сочинения по этому поводу, А можно просто вот две строчки сказать. Поэтому поэзия, она помогает. И со мной неоднократно такое бывало, когда я выступал на лингвистических конференциях, Которые проходили несколько дней подряд. И потом было мое выступление, где я читал стихи, пел песни. И выходили организаторы и говорили, Вот знаете, вот мы тут несколько дней об этом говорили, Константин вышел, прочитал одно стихотворение, и все стало понятно. То есть все то, о чем мы говорили несколько дней, Оно было заключено в одном стихотворении. Кто-то из мудрых сказал, что если бы все чувства можно было передать словами, То не было бы музыки. Иногда музыка, мелодия настолько сильна и настолько неповторима, Что там не нужны слова. Иногда слабые стихи, положенные на музыку, усиливаются стократно И действуют на сознание, на душу человека. Поэтому мелодия, музыка и стихи, они дополняют друг друга. Если стихи написаны правильно, Если вот когда ко мне обращаются люди, А вот как писать стихи? Я говорю, а Пушкина почитай, почитай Пушкина, Почитай Лермонтова, почитай Есенина. Если ты после этого не понял, как писать стихи, значит, тебе это не дано. Потому что нужно родиться поэтам. Научиться писать стихи невозможно. Вернее, здесь даже так. Стихи – это форма. Это форма. Это как гончар, который научился делать кувшин, например. Вот он знает, как смесить глину, сколько добавить воды, песка, еще что-то. Как это все раскрутить на гончарном круге, как это все вылепить. И вот когда он становится профессионалом, ему дают задание. Вот мне нужна ваза, и он знает, как сделать эту вазу, но он добавляет что-то свое. И тогда получается шедевр. Но опять-таки, кувшин, чаша, бутылка, там еще что-то такое – это сосуд. А вот если, допустим, в красивую бутылку налить хорошего вина, выдержанного, то это уже получается шедевр. И вот если стихи, которые являются просто формой, если стихи наполнить смыслом, тогда получается шедевр. Тогда получается поэзия. Потому что поэзия и стихи – это разные вещи. Вот мы сейчас ехали на машине, и постоянно там на радио звучат вот эти вот наши песнюшки, попсы, где абсолютно бессмысленный текст, абсолютно бессмысленный. Вот я налил кофе, вот я выкурил сигарету, вот я там поспал, вот я там пошел прогулялся. Абсолютно бессмысленный. Это стихи. Да, там рифма выдержана, рифма. Но они пустые. Это стекляшка. Вот. Если же мы берем любое стихотворение Александра Сергеевича, например, оно наполнено глубочайшим внутренним смыслом. И это уже является поэзия. Вот. Чтобы вот этого не путали, это нужно преподавать в школе. А у нас уже 30 лет в школе не задают ученикам учить наизусть стихи. Они не умеют этого делать. Они не приучены. Мы вот принимали участие с Александром Михайловым в отборе студентов в АВГИК. Задавался вопрос, вот Александр Яковлевич говорит, ну, стихи прочитай. Он говорит, а нам не задавали. Ну и как? Как этот человек пойдет артистом работать и, так сказать, учиться артистом, если он даже не знает стихов? Вот наш ближайший друг, который, к сожалению, два года назад ушел, вот буквально на днях будет ровно два года, как ушел у Василия Семеновича Лановой, он восемь часов подряд мог читать Александра Сергеевича стихи. Восемь часов подряд наизусть. Но он этим занимался всю жизнь. Он знал и Гумилева, и Лермонтова, и Пушкина, и целый ряд других, особенно вот поэтов-фронтовиков, поэтов Великой Отечественной войны. И он читал невероятно это с таким чувством спронзительным. Если говорить о творчестве самого поэта Константина Фролова, то главной темой его поэзии можно назвать «Переживание о судьбе нашей Родины». Не случайно с момента начала специальной военной операции на Украине поэт взял на себя обязанность каждый день писать по стихотворению в поддержку России. И уже вышел первый сборник стихов «Хроники специальной военной операции». Эти стихи рассказывают о событиях, происходящих в России и в мире. Русский поэт – певец России. И несмотря на то, что Константин Фролов очень много путешествует, он влюблен в Россию и останется верен ей навсегда. Я объездил пол Европы, от Италии до Швеции, был в Турции, был в Африке, был в Индии. Везде есть, конечно, свои прелести. Это и Коралловые острова, например, в Красном море, и поход на яхте на Принцево острова, и Тосканский архипелаг, где остров Эльба, куда был сослан Наполеон, и Монте-Кристо, остров, который прославил Дюма. Но больше всего, что меня потрясло и поразило, это наша родина, наша страна. От Ленинграда, Санкт-Петербурга до Камчатки. Вот сейчас меня за границу не заманишь никаким калачом. Там, если у тебя есть деньги, тебе улыбаются, тебе что-то сделают. Если у тебя денег нет, то ты никто, и зовут тебя никак. А по России можно ехать с пятью рублями в кармане. Тебя накормят, тебя уложат, тебя выслушают. И необычайная красота нашей страны, она не сравнится ни с какими другими европейскими или какими-то другими красотами. Потому что в России у нас есть все. И даже если мы возьмем один маленький полуостров Крым, это земной шар в миниатюре. Потому что я там встречал и такую же природу, как на острове Эльба. Там есть вулканы грязевые. Там есть термальные источники, как на Камчатке. Там есть степи и полярные места, потому что начальника Чукотки, как мы недавно выяснили, снимали в Крыму, во всяком случае, часть из этого фильма. Там снимали Испанию, там снимали, бог ее знает, пираты 20 века, всякие Средиземноморья и Тихие океаны, все что угодно. Особенно, конечно, невероятно, это вот Камчатка, Сахалин. Это земли, где обязательно нужно побывать, чтобы восхититься этими красотами, этим необычным видом. Одно Курильское озеро, чего стоит, где рядом с тобой, буквально в 20 метрах от тебя, ходят медведи и не обращают на тебя никакого внимания, потому что они ловят лосося, потому что им нужно на зиму наесться этого лосося, чтобы залечь на всю зиму спать. Или, допустим, когда из-под вулкана вытекает река горячая, в которой можно окунуться, но не более пяти минут, потому что там температура где-то под 60 градусов, и можно свариться просто-напросто. Вот. И сами красоты, эти сопки, эти просторы, эти невероятные какие-то растения, которых больше нигде не увидишь, вот это все настолько фантастично. А Байкал чего стоит? Это у нас самая красивая в мире страна, и самое главное, что она у нас самая добрая, потому что здесь, представьте себе, свыше 300 национальностей, этносов, наций и прочего, народностей. У нас в школах преподают на 70 языках, если не больше. Ну, я знаю, что вот на 70 языках нигде, ни в одной стране мира нет ничего подобного. И у нас все равны. Мы не притязаем, никого не угнетаем за вероисповедание, за цвет кожи, я не знаю, за какие-то еще там взгляды. Вот. И поэтому нас невозможно победить, потому что вот вера православная, она позволяет мирно жить всем концессиям, всем людям с самыми разными взглядами. Жить мирно и дружно. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго, и до новой встречи через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова